Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина. Сегодня я хочу с вами поделиться бюджетной декоративной косметикой. Если вы любите такого рода видео, саживайтесь поудобнее и поехали смотреть, что я для вас приготовила. На самом деле, для меня это уже оказалось не типичным видео, потому что я совершенно забыла, когда я последний раз вам вещала о декоративной косметике. Сегодня сложилось так, что мне в руки попалась бюджетная декоративная косметика от бренда Бориса. И я хочу поделиться с вами своим мнением о данной косметике. Начну с того, что уже кое-что я здесь попробовала, кое-какое первоначальное мнение о ней сложилось, поэтому надеюсь, вам данное видео будет полезно. На самом деле, мне даже немножко сложновато снимать подобного рода видео, потому что вы знаете, что я больше, так скажем, блогер, который снимает об уходовой косметике. Но декоративная косметика это тоже для меня интересно, потому что я же девочка. И сегодня макияж выполнен с помощью некоторых позиций, которые я вам сегодня покажу. Начну с того, с чего у меня сегодня оформлены брови. Это гель для бровей от бренда Бориса. У меня он идет в оттенке LG05. Могу сказать, для меня это оказался идеальный оттенок. Для меня это идеально серо-коричневый оттенок, который мне подошел просто, знаете, вот на ура. Он, мне кажется, немножечко имеет какой-то оливковый потон. Его можно наслаивать. Кончик я наслоила. В два слоя оформлены. А начало бровей я оформила в один слой. Данный гель легко вычесывается с бровей, легко смывается водой. Он спокойно выдержит и будет с вами в жару. Дождь, я не знаю, переживет он с вами или нет. В принципе, как бюджетный гель для бровей, для меня это вообще первое знакомство с подобного рода, так скажем, текстурами для бровей. Мне он понравился. Удобная упаковка в 10 мл, хороший срок годности, по-моему, 12 до 9 месяцев срок годности. Я думаю, что за 9 месяцев я точно его израсходую. Легко наносится кисточкой, по-быстрому его распределяешь буквально пару минут и бровки оформлены. Не надо мучиться с ним легко и просто. Мне очень понравилось, как работать с этим гелем. Следующее, с помощью чего оформлен у меня сегодня макияж, это то, что у меня сегодня на губах. Это вот этот вот карандашик от Париса. У меня одет оттенок 06, либо L12. Помадка-карандаш. Для меня это вообще, знаете, это первый формат такой помады. И вот здесь достаточно внушительный объем для этого карандашика. 2,49 вес. Очень легко и просто я им оформлила губы. Его можно затачивать и им пользоваться можно без использования каких-то дополнительных карандашей. Это данная помада, она становится полностью матовая. И на губах она практически не ощущается очень комфортно. Могу сказать, я ее уже пару раз наносила. Элементарное чаепитие я с ней переживала. Просто нормально она себя вела. Но для того, чтобы ее обновить, ее, конечно, нужно полностью снять и заново нанести на губы. Но как бюджетная помада-карандаш в таком формате, меня она очень даже впечатлила, могу вам сказать. Мне очень понравилось. Оттенок у нее тоже, мне кажется, я угадала с этим оттенком. Мне кажется, этот оттенок мне очень неплохо смотрится на мне, конечно же. Напишите свое мнение, как вам данная помадка на мне смотрится. Я осталась дико довольна срок годности этой помады после того, как вы начинаете ей пользоваться. 36 месяцев. Мне кажется, за 36 месяцев я точно ее использую. Помада мне очень понравилась. Следующее, что у меня здесь есть, это пудры. Я очень сильно люблю пудры. Они мне намного ближе. И мне очень удобно ими пользоваться. Но сейчас моя кожа немножечко перестраивается. И мне, наверное, как бы пудры, они немножечко подсушивают кожу. Так как у меня кожа сейчас в обезвоженном состоянии. Но все-таки пудра это более близкая мне по текстуре, чем я умею пользоваться. И первая пудра, с которой я хочу вас сегодня познакомить, это пудра в оттенке Prime & Fine. В оттенке Soft Beige. Она идет матирующая пудра водостойкая. В такой вот синенькой упаковочке. Упаковочка и аксессуары в виде вот такой вот пуховочки. Но они очень такие, знаете, нарочничные. Сама упаковка очень нарочничная. Я не знаю, насколько ее хватит. Если ее носить в сумочке, как быстро она просто придет в негодность. Но все крепления, оно очень все хлипенькое. Знаете, я даже сейчас вам показываю, я боюсь, чтобы оно просто не рассыпалось. Ну, правда, это мои первые впечатления. Здесь очень удобное зеркало, в котором можно выполнить в дороге, поправить точнее свой макияж. Раскрывается данная пудра очень даже хорошо. Что же внутри? Что же за пудра? Данная пудра, она идет, знаете, со светоотражающими, мне кажется, частичками. И она очень хорошо перекрывает неровности кожи. Она заглаживает немножечко поры. Мне понравилось то, что эта пудра, она идет такая, знаете, очень мелкая и легко распределяется по коже. Не подчеркивает ничего. Лично на моей коже она не подчеркнула никакие шелушения. Но их вроде бы сейчас у меня и нет. Кистью, когда я начинала ее пытаться набрать, она пылит. И, конечно же, для нее идеальный формат нанесения ее это спонжик. Спонжик вот этот, который идет в комплекте, он быстро придет в негодность. Но благо крышечка данной пудры позволяет. Вы можете просто ее заменить, данную пудру. Мне кажется, я не знаю, как она будет дальше, забьет она мне пора или нет. Я к вам расскажу чуть-чуть попозже. Попозже, но первые впечатления от этой пудры, они мне понравились. То есть компактная пудра, которую можно носить в сумочке и поправить макияж, она, в принципе, достойна, как бюджетная пудра в уходе, как бюджетная пудра, которую можно держать у себя в сумочке. Почему бы и нет? Главное, чтобы упаковка выдержала. Следующий продукт, который я немножечко не поняла, это пудра рассыпчатая. Она идет уже в такой вот коробочке. Кстати, я забыла вам сообщить, что вес данной пудры 12 грамм. И у меня оттенок четвертый, если кому-то будет интересно. Сейчас для меня вот эта пудра оказалась уже немножечко светловато. То есть она мне подойдет на такой вот, точнее, весенний период, когда я немножечко бледненькая. Это будет идеальный формат. Сейчас она для меня оказалась светловата. И следующая пудра, это рассыпчатая пудра. Она у нас называется Lost Powder. И что могу сказать? Данная пудра идет в коробочке. Объем ее тоже 12 грамм. Данная пудра идет с пуховочкой, которой тоже можно, в принципе, поправить макияж. Но мне не понравилось, как нанесла эта пудра вот этой пуховочкой. Пудру на лицо, как она нанесла, мне не очень понравилось. Тут идет защитный клапан. Вы его раскрываете, и все. Я уже несколько раз ее раскрыла. Но сейчас, наверное, когда сниму видео, вообще ее просто уберу. Потому что вот два раза закрыла, и дальше она уже не закрывается. Что скажу об этой пудре? Она дает наглухо, мне кажется, какой-то матовый финиш. И ей очень здорово именно закреплять тональную основу на лице. Я не заметила, окисляется она на лице или нет. Это, конечно же, я вам расскажу чуть-чуть попозже. Но так, первое впечатление, мне как-то больше понравилось, как выглядит на лице вот эта вот пудра. Она лучше перекрыла какие-то несовершенства, так как я не пользуюсь тоном. Если вы пользуетесь тональным кремом, и вам его нужно немножечко подзакрепить, можно, в принципе, взять эту пудру как бюджетно. Она тоже идет в таком, знаете, в каком-то нейтральном оттенке. Она идет вот этот вот. У меня оттенок идет, сейчас вам скажу, 0,4. Он идет не розовый, не желтый. Он идет каким-то нейтральным таким оттенком. Сереньким оттенком, который подойдет универсально как с оливковым подтоном, так и с персиковым подтоном кожи. В общем, я не прониклась пока вот к этой пудре рассыпчатой. Надеюсь, то, что в дальнейшем, когда я буду ей пользоваться, я какое-то более о ней мнение смогу с вами поделиться. А пока как-то вот так вот. Вот такое коротенькое видео о декоративной косметике у меня получилось. Если вам интересно, и вы хотите побольше, чтобы я снимала о декоративной косметике, тоже о декоративной косметике, тоже дайте знать. Буду рада услышать ваше мнение. Конечно же, не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Сегодня я немножечко волновалась и была такой немножко растерянной, потому что давно не снимала подобного рода видео. Всех люблю, целую. Конечно же, не забывайте подписаться на мой инстаграм, низких 9970. Я тоже вас там рада видеть. Всех люблю, целую. Берегите себя и своих близких. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.